Всем привет! Вы на канале Коллекционеры, Монеты и Банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю банкноте 250 рублей 1918 года. Параметры банкноты. Размер составляет 146 на 100 миллиметров. Материал бумага сероватого оттенка. Водяной знак повторяющийся числа 250. Данная банкнота поступила в обращение в мае 1919 года. Обмен проводился осенью 1922 года. Лицевая сторона имеет сплошной фон, составленный из мелких узоров. Изображения надписи заключены в рамку, состоящей из розеток различного размера. Наверху имеется надпись «Государственный кредитный билет». По центру указан номинал крупным шрифтом 250 рублей. Под ним мелкий текст. Кредитные билеты размениваются государственным банком. На золотую монету без ограничения суммы и обеспечиваются всем достоянием государства. По бокам гелиширные розетки с числами 250. Над левой и под правой розетками указаны серия и номер серии. Внизу подпись управляющего кассира. Под ними в центре указан год выпуска банкноты 1918. Оборотная сторона. Закрашена сплошным светлым фоном с темными геометрическими узорами. В центре расположен двуглавый орел без корон и царских регалий. Под ним имеется текст «Поделка кредитных билетов преследуется по закону». По бокам крупные числа 250. Над ними и под ними слово «рублей». Вокруг рамка, напоминающая розетку лицевой стороны. Теперь рассмотрим цену банкноты 250 рублей 1918 года. Разделяю до 250 рублей 1918 года по разновидностям подписей кассиров. Могут быть с подписями Алексеева, Барышева, Гольцова, Гельмана, Жихарева, Ложкина, Демила, Осипова, Старикова, Титова. Подпись управляющего не отличается, везде стоит Пятакова. Выпускались банкноты на Московской серии АБ, Пензенской серии АА и Уральской серии АГ фабрика Гузнака. Определите, как именно у вас и запомните. Начнем с банкнот Пензенской фабрики Гузнака серии АА. Они могут быть с подписями кассиров Алексеева, Барышева, Гольцова, Гельмана, Жихарева, Ложкина, Демила, Осипова, Старикова, Титова. Водяной знак горизонтальный. Начнем с банкноты с надписью «образец перфорации». Стороны отдельно. Цена такой банкноты в состоянии Fine составляет 20 тысяч рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 30 тысяч рублей. А в сохранности X3 Ли Файн цена составляет 40 тысяч рублей. Далее следует банкноты, у которых фон на оборотной стороне перевернут. Цена такой банкноты в состоянии Fine составляет 1500 рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 2500 рублей. А в сохранности X3 Ли Файн цена составляет 3500 рублей. Теперь переходим к стандартным банкнотам. Цена данных банкнот в состоянии Fine составляет 300 рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 800 рублей. А в сохранности X3 Ли Файн цена составляет 1200 рублей. Теперь переходим к банкнотам московской фабрики «Гознака» серии АБ. Они могут быть с подписями кассиров Алексеева, Барышева, Гольцова, Гельмана, Жихарева, Ложкина, Демила, Осипова, Старикова, Титова. Цена данных банкнот в состоянии Fine составляет 300 рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 800 рублей. А в сохранности X3 Ли Файн цена составляет 1200 рублей. Теперь переходим к банкнотам уральской фабрики «Гознака» серии АГ. Они могут быть с подписями кассиров Барышева, Гельмана, Жихарева, Ложкина, Демила, Старикова, Титова. Цена данных банкнот в состоянии Fine составляет 300 рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 800 рублей. А в сохранности X3 Ли Файн цена составляет 1200 рублей. Напоминаю, что очень многое зависит от степени сохранности банкноты. Коллекционеры в редчайших случаях приобретают банкноты в плохой сохранности. Только состояние циркулейта действительно коллекционное. Данная сохранность – это абсолютно новая банкнота в безупречном состоянии. На ней нет ни малейших помятостей, уголки идеально острые и чистые. И вся банкнота идеально ровная. Цена банкноты в состоянии циркулейта, и цена банкноты, походившей в обороте, может отличаться в сотни раз. Если же у вас есть банкнота 250 рублей 1918 года, то не забудьте написать об этом в комментарии. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!